Сегодня у нас в гостях Людмила Салоид. Профорентолог от выявления до реализации личного бренда. Полмиллиона с первого же потока. Затрат, я посчитала, было там, ну, не больше 25-30 тысяч. О какой сумме идет речь? 200 тысяч. Совмещаю сейчас роль эксперта, продюсера и мамы. Привет всем, кому не безразлична сфера онлайн-образования и онлайн-бизнеса. Меня зовут Илья Терновой. И я Федор Спиридонов. И сегодня мы как раз вещаем для тех, кто, возможно, у нас сбился с пути и работает на нелюбимой работе, занимается нелюбимым делом. Мы вам покажем на примере, как можно все изменить в лучшую сторону, кардинально стать счастливым человеком и работать всего два дня в неделю, а при этом зарабатывать солидные деньги. Сегодня у нас в гостях Людмила Салоид. Человек, которому помогает найти свою профессиональную ориентацию. А если вы уже решились все-таки связать свою жизнь с онлайн-образованием, то переходите по ссылке ниже и записывайтесь на профессиональный мастер-класс. Здравствуйте, Людмила. Здравствуйте. Рад быть здесь у нас на интервью. В общем, по традиции, конечно же, хотелось бы озвучить вашу нишу, чем вы занимаетесь. Вот, мы можем это исковеркать. Профориентация, да? Если там вкратце, да? Школа называется профориентолог от выявления до реализации личного бренда. Ну, это как некая аналогия того, что я помогаю эксперту, которому я передаю полностью технологию поиска любимого дела, не только научиться помогать клиенту выявлять свое призвание, но и при покупке определенного пакета я могу помочь ему выстроить полностью личный бренд на рынке профориентации. Когда его знают, когда его... То есть он чувствует себя уверенно, у него есть сильные результаты его клиентов. То есть я его веду, это такой пакет, который стоит недешево, но я в него реально вкладываюсь. Но туда я, конечно, беру уже только тех, с кем мне комфортно, да? Потому что это немножко другой уровень глубины работы. По факту к вам может прийти абсолютно любой человек. Будь то, не знаю, там, юрист, юрист, видеооператор, который хочет прокачать свой бренд, да? Ну вот, или человек просто от нуля приходит. Нет, это именно профориентологи должны быть. Он хочет стать экспертом по профориентации и хочет развиваться именно в этой теме профессионально. Эксперт по профориентации. То есть он хочет учить людей ориентироваться в профессионально. Он хочет не учить, он хочет помогать людям выявлять свое любимое дело. Название профориентолог просто людям, ну, более понятно, да? Я бы назвала это немножко по-другому, но просто люди не поймут. Но по факту я помогаю. Вот если говорить про моих прямых клиентов, то они ко мне приходят, когда у них, ну, скажем так, не устраивает что-то в жизни, он не понимает, да? Или хочет сменить деятельность. Но хочет получать ощущение радости от того, что он делает, что он хочет кайфовать. Сегодня люди уже устали просто зарабатывать, им хочется реализовываться. И по факту вот мои клиенты, которые проходят программу призвания, они начинают четко понимать, что им конкретно дает ощущение самореализации. И за счет того, что у меня появилась четкая система, да, то есть это пять встреч, где каждая встреча имеет конкретную задачу, я поняла, что это работает, очень круто работает в системе. И я решила, что вот это можно передавать другим, кто хочет заниматься темой профориентации. И то, ко мне стали поступать запросы, что Людмила, передайте мне ваши технологии, я тоже работаю в теме профориентации. Я вот вижу, что у вас классная система, очень крутые результаты. Я думаю, о, ну, раз запрос есть, и стало много таких запросов, и думаю, ну, давайте-ка я попробую открыть школу профориентолог. Протестировала, поняла, что без рекламы я собрала первый поток, вообще у меня не было рекламы. И я поняла, что, ну, раз людям нужно, значит, давай развивать. Как вы нащупали эту нишу? Потому что достаточно так точечно сейчас описали. Боль, люди не получают удовольствие от деятельности, уже от просто зарабатывания денег. Может быть, у вас в жизни какие-то такие события вас привели к этому пониманию? Да, ну вот, как правило, всегда все начинается из себя, безусловно. Несмотря на то, что в 14 лет я уже точно знала, что я хочу быть психологом, обстоятельства сложились таким образом, что, опять же, несмотря на то, что на пятом курсе у меня уже был свой центр по поддержке ректора в вузах, где я училась, но дальше, когда я выпускалась в 2006 году, рынок был не готов принимать психологов, потому что, ну, тогда психологи считались равно там, что я психи-типсихологу, да, ну, то есть вот рынок был не готов. И устроиться куда-то по найму не получалось. И получилось так, что мне пришлось много лет работать в продажах, ну, то есть реализоваться по тому делу, которое я и так знала, что мое, у меня не получилось. Ну, так сложились обстоятельства. Я параллельно работала в частной практике, но в 29 лет, я сейчас точно не помню, 28-29, я оказалась в жесткой депрессии, потому что я не понимала, зачем жить и делать то, что ты терпеть не можешь. Ну, то есть для меня это было просто каким-то фиаско. Тебе скоро тридцатник, тебя... Какой тупик, да, условно? Тупик стопроцентный, потому что я потом вообще осознала, что много в своей жизни я делала для кого-то, потому что моя потребность помогать людям, она зашкаливала всегда. И я тоже с этим училась работать, чтобы был все-таки некий баланс. Ну, в общем, все, там было много таких разноаспектов, плюс меня кинули на очень большую сумму денег. И это все вот показало такую вот жесткую эмоциональную яму, из которой я выбиралась больше года. Меня за уши, можно сказать, мои родные просто вытаскивали. И ради них, собственно, я начала что-то делать, потому что я понимала, что мне уже стыдно, ну, как бы находиться в этом состоянии. И вот тогда я поняла, ну, очень многие вещи осознала, я начала потихонечку, маленькими шагами, как, знаете, вот Баронин Хаузен, берешь себя за шкирку и идешь, что-то делаешь. Первое, с чего я начала, это я начала искать ответы на вопрос, что я хочу, что мне дает ощущение самореализации. Я на это потратила много лет. Я исследовала все технологии, которые есть на рынке с точки зрения того, как мне понять, что я хочу, кто я такая. То есть я пробовала и астрологию, и нумерологию, и там по отпечаткам пальцев. Ну, в общем, все, что было на рынке, я все исследовала. И потом я поняла, что... А вот же, у меня же психология. Это же, в принципе, то, чем я хотела всю жизнь заниматься. Без рекламы был собран первый поток. Да. Сколько человек? 10 человек было? 12. 12 человек. Сколько... Какая прибыль была? Чистая прибыль сказать точно не могу, потому что у меня эти деньги распределялись на... как сказать... на нужды центра тоже, на то, что я там возвращала долги, которые у меня накопились в офлайне. Но могу сказать одно, что так как все-таки оборот, да, приход был, там, почти полмиллиона с первого же потока, это, ну, достаточно такая хорошая цифра, при котором затрат, я посчитала, было там, ну, не больше, по-моему, 25-30 тысяч. Потому что после того, как в офлайне я оказалась в финансовой яме, для меня принципиальная позиция искать максимально недорогие способы монетизации. И поэтому на это я сейчас направлю на весь мой маркетинг, на то, чтобы не вкладывать больших денег, но при этом индивидуально работать с каждым. Именно поэтому вот эта стратегия, когда я точечно работаю с каждым желающим, она дает плоды. Если вас интересуют онлайн-школы, но много вопросов и сомнений, у Акселератора есть бесплатная 30-минутная консультация с экспертом, который готов ответить на все ваши вопросы, разобраться с нишей, который поможет найти эксперта и расскажет, как с ним договориться. Он расскажет вам о тех шагах, которые вам нужно совершить, чтобы у вас появилась своя онлайн-школа. Регистрируйтесь по ссылке под этим видео. Я быстро выстроила работу так, что мое время вообще практически никак не было задействовано в этом процессе. То есть я поняла, что у меня это получается, то есть работаю на себя, думаю так, ага, что же делать дальше? И вот тогда я уже решила, когда я эмоционально окрепла после депрессии, спустя несколько лет, я поняла, что пора бы заняться тем, что душа просит. И здесь я всегда исходила из такого факта, что лучше сделать и пожалеть, чем не сделать и всю жизнь думать, а вдруг это был мой шанс. Самое главное, да. Да, я как раз пост на эту тему сегодня пишу, потому что для меня это стало девизом тогда. Я думаю, ладно, даже если ничего не получится, я хотя бы буду кайфовать. Вот за эти пять лет я выстроила, нащупала, скажем так, такую систему современной профориентации, потому что в этой теме методики давно уже устарели, а нового никто не производит. И я поняла, что... Вот в этом была тоже сложность. И здесь, опять же, почему я, например, пришла в акси-театр, я поняла, что традиционный бизнес в психологии не работает. Мое глубокое, субъективное мнение. Почему? Потому что я человек масштабный, мне всегда хотелось масштабироваться, ну, на уровне страны. Но когда я стала это развивать, я поняла, что сложность в том, что затраты, они непропорпорциональны тому приходу, который дает. Несмотря на то, что мы дошли до уровня полмиллиона, ну, то есть, я не знаю, много это или мало, но достаточно неплохо все равно, потому что далеко не каждый психолог может разово продать на 40-50 тысяч в одни руки. А мы это делали легко. Ну, то есть, как бы нам люди верили, да. Это тоже очень о многом говорит, потому что сегодня услуги психолога... Иногда психолог себе одну конституацию продать не может, да, а мы продавали пакетами. И это было постоянно. Ну, в общем, я потом поняла, что я когда стала набирать психологов, мое-то время все равно ограничено, ограничено, мы стали развиваться, стали брать большие площади, но это же всегда совершенно другие деньги. Я устала быть управленцем, менеджером вот этой вот технической организационной работы. И когда я заберенела, я поняла, что надо срочно что-то делать. Плюс у меня перед родами ушли партнеры. Я поняла, что ну все. То есть я оказалась в финансовой такой яме. Я думаю, ну все, если я сейчас что-то не сделаю, то я просто не понимаю, зачем опять же все это нужно. Опять же, да, возвращаясь в ту историю, я думаю, нет, я на этот раз должна точно что-то сделать, раз я поняла, что это работает, раз людям это нужно, нужно просто нащупать бизнес-модель. И вот если говорить про акселератор, я вот вчера тоже думала, я думаю, чем же для меня выступает акселератор? Я поняла, что акселератор для меня это как спасательная шлюпка. Я ухватилась за акселератор, у меня поэтому даже не было мысли покупать, не покупать, несмотря на то, что этих денег у меня не было, за меня заплатили клиенты. Я просто написала пост. Да, это к вопросу про лайфхаки, как попасть в акселератор. Денег не было, у меня была куча долгов, с которыми я сейчас наконец-то начала, благодаря тому, что я нащупала бизнес-модель, я начала расплачиваться, потому что оффлайн-бизнес меня ввел в эти долги. Но в итоге я написала пост, я только родила, ребенку было 4 месяца. Ну и понятно, что есть очень много ограничений, когда ты молодая мама, ты не можешь никуда выходить, ты можешь работать только удаленно. И поэтому для меня онлайн стал вот эта спасательная шлюпка, которая позволила мне развивать любимое дело дальше и не отказываться от него. То есть вы просто не дали безвозмездно денег взаимы, а купили услуги, чтобы понимали, потому что нужно оставить все точки над «и». Да, причем я сделала такое спецпредложение, от которого сложно было отказаться. Эти люди, которые меня знали, со скидкой, с 50-процентной скидкой. А вот та клиентка, которая оплатила большую часть обучения, я ездила с вообще суперспециальным предложением в сопровождении в течение двух лет. То есть я понимала, что это несоразмерно, те трудозатраты, которые я буду вкладывать, но ценность акселератора, потому что я знала Дмитрия Юрченко уже много лет, ну как бы через социальные сети, имеется в виду, знала, и наблюдала за их семьей, у меня не возникал вопрос покупать или не покупать. Я точно знала, что этому человеку я 100% верю. И я точно знаю, что там будет очень круто. Поэтому вот сделала такое предложение, я готова была это компенсировать тем, чтобы сопровождать человека два года. Какой с вами идет речь? 200 тысяч, минимальный, да. Я морально больше бы не потянула. Нет, все справедливо, просто чтобы мы, наши зрители, знали и понимали, да. То есть в любом случае это свет, как там, знаете, в 90-х свет в конце тоннеля, я вижу, да. Вот, это свет, даже минимальный пакет вас выведет на нужную, необходимую какую-то планку, да, для того, чтобы чувствовать себя комфортно. Главное не бездействовать, а делать. Скажите, пожалуйста, про ваш уникальный лендинг. Мы его изучили буквально при вас и до вас. Да, очень красивый лендинг. Во-первых, красиво, во-вторых, доходчиво, потому что мы общаемся, да, то есть и некоторые спикеры говорят, что бывает, сталкиваются с некоторым барьером на входе людей, когда они слышат об онлайн-образовании, не совсем представляют, что это такое, с чем это едят, какие этапы есть, да. Вот. А у вас все достаточно подробно и детально с пакетами прописано. Вы сами придумали это, разместить на сайте, подтолкнулось к этому акселератору. Как вы, расскажите вообще, как вы продумывали, прорабатывали свой лендинг? Во-первых, я уже, так как, ну, вот сам центр, да, вот психологии я развиваю уже последние пять лет, пять-шесть лет уже, то, конечно, приходилось сталкиваться с маркетингом, который раньше я терпеть просто не могла. И вот за что я безумно благодарна акселератору, он, он влюбил, влюбил меня в маркетинг. Подпишитесь на канал, поставьте лайк этому видео и комментируйте, что бы вы хотели узнать еще. И мы постараемся ответить на все ваши вопросы в следующих интервью. Здесь совпало много событий. Первое, долго объяснять не буду, но смысл в том, что я базовые потребности меня как эксперта удовлетворила. То есть за год до этого я признала таки, наконец, что я крутой эксперт. Потому что мне до этого близкие люди говорили, тебе не дано быть психологом. Куда ты идешь? Какая психология? То есть мне напрямую много лет говорили, тебе не дано. Почему я как бы, ну, много лет туда не шла? Потому что я верила им. Ну, мне же не дано, ну, зачем тратить время? А когда я оказалась в депрессии, я говорю, так, друзья, либо делаем то, что я говорю, то, что я, это моя жизнь, мне с этим жить. Либо, если вы не готовы меня принимать, извините, я никого не держу. И вот это вот такой был, ну, как бы очень сложный такой переходный момент, когда я готова была отказаться от самых близких. Да, там не будем называть имен, но прям самых-самых. И когда они это приняли, они поняли, что я не шучу, да, вот, пошло немножко другое развитие вообще и как бы отношения. Это, конечно, очень классно. Идут к вам обучаться люди, которые работают по специальности профориентолог, по большому счету, да? Не обязательно. Не обязательно, но, опять же, мы говорили о том, что обучаясь у вас, они могут понять, что это вообще не их профессия. Правильно я понимаю? Да, такое может быть. Они в процессе нашего обучения сами проходят на себе полностью программы призваний, то есть это индивидуальная работа с экспертом, с психологом, который на каждом этапе помогает человеку, ну, вот, нашему ученику, да, разобраться в себе. То есть он, по сути, находит свое призвание, да, или как-то его корректирует и благодаря нашему обучению тоже. Я поняла, когда вот пришла в акселератор, что мне показали в таком комфортном, вкусном формате маркетинг, плюс это совпало с моей потребностью выхода из этого зоны финансового кризиса, плюс это совпало с тем, что я базовую потребность себя как эксперта закрыла, плюс у меня возникла потребность много зарабатывать, потому что до этого я много помогала и я училась себя приучать обращать внимание на деньги, потому что для меня это было не в приоритете, вообще у меня не было даже это в ценностях, поэтому я потом уже это поняла, да, и что интересно, первый вебинар я сделала благодаря просто фундаменту, вот то, что продается там, да, там отдельно, там, может, там, сколько сейчас купить, не знаю, там, 30-40 тысяч, да, стоит, но даже благодаря вот этому фундаменту я сделала крутой вебинар, я сделала запись и отправляла людям, всем, кто интересуется, да, уже просто запись и говорила, что вот, посмотрите, пожалуйста, запись, и это, ну, вот это продавало, причем, так как у меня ценности семьи, сейчас на первом месте, потому что я много, они страдали, пока я выстраивала систему, вот поэтому сейчас я не готова много уделять работе, внимание, работаю все два дня в неделю, и, тем не менее, совмещаю сейчас роль эксперта, продюсера и мамы. К вопросу о том, делает ли онлайн-бизнес вас свободным, вы затронули вопрос принятия себя и возведения статуса эксперта, да? Да. Ну, сейчас бытует мнение там, да, то есть скептики оперируют такую формулировку, то, что экспертов развелось, там, в любом случае, акселератор утверждает то, что каждый обладает экспертностью, поскольку он обладает знаниями, навыками, да, как человеку понять, что он уже на том уровне, когда, и как принять, конечно же, в дальнейшем, что он обладает экспертностью, то есть для себя четко сформулировать, как это понять, психологически это принять, вот, чтобы потом это транслировать, помогать людям. Первое, это внутренняя готовность человека делиться тем, что накопилось. То есть, да, может быть, очень высокий внутренний критик, но если вот эта потребность есть, плюс есть результаты клиентов, то есть результаты клиентов, это, конечно, один из первых показателей, да, наверное, самых главных. И когда я захотела делиться вот с системой профориентации, я поняла, что у меня такой большой бэкграунд, что, ну, и плюс ко мне стали обращаться, да, я поняла, что, ну, наверное, почему бы нет. Да, страхов было много, потому что синдром самозванца есть практически у всех, да, экспертов, но смысл в том, что, конечно, если ты достаточное количество лет инвестировал в одну нишу, плюс у тебя есть результаты клиентов, да, это уже некий такой мини-первый факт, на который точно нужно обращать внимание. Плюс здесь я еще, конечно, поняла одну простую вещь, что роль продюсера играет важную роль. Так как у меня просто много потребностей, да, я не готова роль продюсера никому отдавать, я на многие процессы внутри себя смотрю, иногда со стороны эксперта, иногда со стороны продюсера. Но видя, как, например, развиваются другие школы, я понимаю, что иногда кто-то должен показать человеку факты твоей экспертизы, потому что для тебя это уже очевидно, и ты этого не видишь. А когда эксперт приходит и говорит, ну смотри, у тебя же есть вот это, у тебя есть вот это, у тебя есть вот это, и такой человек, ой, правда, а что это я себя так это не люблю-то? Что экологичнее для человека? Заниматься нелюбимым делом, но зарабатывать больше денег, и при этом получается сознание, ну, наверное, какой-то уверенности. Или все-таки заниматься делом, благодаря которому ты чувствуешь себя гармонично в окружающей среде, но зарабатывать при этом значительно меньше. Очень редко, когда мы совмещаем эти два понятия, а почему нельзя и зарабатывать, и получать кайф. Почему-то люди сами себе ставят некие ограничения, или-или, и вот по этой стратегии живут. А мы как раз показываем, что можно и то, и другое. Да, возможно, это займет чуть больше времени. Но если у тебя в голове нет вот этого соединения, ты к этому никогда не придешь. И поэтому я все-таки транслирую ту идею, что, дружочек, разберись в себе, пойми, что ты хочешь, найди примеры, кто уже так реализовался. Я нашла те примеры тех психологов, которые на этом хорошо зарабатывают, и я была в шоке, что есть клиенты, которые платят 50, например, тысяч рублей за одну часовую консультацию. Я такая, чего? Почему я про это не знала раньше? Ну, то есть, это, конечно, было просто таким вот для меня шоком. И когда я поняла, что я много лет жила вот в узких рамках, да, вот этой зашоренности, которые нам транслируют со стороны, я теперь, почему хочу сейчас еще YouTube-канал тоже развивать, чтобы показывать, ребят, и вот так бывает, и вот так, и вот так, и вот так. Это можно все совмещать, это как конструктор, собирай свою жизнь, как конструктор. И вот именно этому мы учим в школе, в том числе, выходить за рамки ограничений внутренних, потому что современная профориентация, она не совсем про профессию, она про самореализацию. И возвращаясь к лендингу, все-таки, как вы его выстроили, что продумали, что там будет у вас во главе угла? Мне очень важно с точки зрения психологии, потому что я понимаю, что психолог не может выстроить лендинг без каких-то там своих инстов, крючков, инструментов, да, потому что лендинг – это продающая страница. Глядя на нее, человек должен захотеть, прям не то, что захотеть, а он должен понять, что, блин, здесь ответы на все мои вопросы, и я вот прям обязан там быть. Вот если говорить про лендинг, я очень благодарна акселератору за то, что он показал мне многошаговую продажу. Даже не не только продажу, а создание уровня доверия. То есть я вот этот лендинг, который вы видели, никогда не показываю сразу. для того, чтобы проверить, насколько человек готов, все-таки у меня чек немаленький, как бы у меня минимальный пакет 50 тысяч рублей, максимальный 250. И понятно, что если человек как бы не понимает, зачем ему это надо, эти цены его только напугают. Поэтому я сначала лично, то есть я уделяю огромное внимание личному контакту. Для меня это принципиальный вопрос. Потому что, опять же, как психолог, я прекрасно понимаю, что есть очень много сомнений, которые может снять только человек. Ни один бот это не сделает. Он может немножко создать, облечить этап знакомства, но вот докрутку делает эксперт. Поэтому я большое значение уделяю работе с клиентом. И вот этот лендинг, он просто как некая такая приятная точка, которая уже вот окончательно дает человеку понять, что мы эксперты, мы крутые. Здесь все понятно. Не сомневайся, дружок, с точки зрения конкретных фактов. То есть, если говорить, отвечает напрямую как бы на ваш вопрос, то с точки зрения лендинга для меня это последний этап. Но последний этап должен быть с точки зрения того, что если я вообще никогда не сталкиваю ни с какой онлайн школы, я должен понять, как это все происходит. Зачем мне это надо и как это происходит и вообще для меня ли это. Поэтому сначала, да, там для кого, потом, да, какие преимущества, потом, как это устроено, о том, кто я такая, обязательно, да, поэтому там я говорю о том, какая у меня миссия, почему я вообще это делаю, и потом уже определенные пакеты. Вот, поэтому это уже такой, вот уже завершающий все-таки фактор. И я все-таки приняла решение для себя, что они должны сначала посмотреть вебинар, за что вот именно я благодарна акселератору, потому что это работает так круто. У меня раньше в лендике, которые были, они никогда не продавали так, как продает сейчас та система, которую преподает акселератор. Первый поток я собрала, получается, проведя один вебинар, без рекламы вообще, это 10 человек, ну, как бы, да, там 49, там, на 10 умножайте. Соответственно, второй поток, сейчас у меня не было возможности заниматься продвижением вообще, но 5000 в рекламу, в таргетинг, 5000 в таргетинг я всего инвестировала, люди при меня знают. 5000? 5000 в месяц. Создала группу. Это на ВКонтакте? В ВКонтакте. Причем для меня было открытием, то, что тоже открыл акселератор, что ВКонтакте есть очень крутые инструменты, про которые я, например, не знала. Я, например, для себя приоритет выстроила так, что на первом месте ВКонтакте по эффективности, да, то есть, ну, и общаюсь с другими экспертами, и по себе вижу, на втором месте это Инстаграм, но Инстаграм тоже нужно уметь грамотно пользоваться, потому что там можно много денег слить. И только потом может быть Фейсбук, но Фейсбук я сейчас поняла, что вкладываться совершенно не хочу, потому что после того, как изменить алгоритмы, эффективность снизилась так, что, ну, можно просто слить бюджет и сказать, что онлайн не работает. Вопрос не в том, что онлайн не работает, в вопрос в том, что площадка не та. И поэтому нужно всегда держать руку на пульсе, всегда интересоваться трендами, как меняются алгоритмы. Вот это тоже обязательно онлайн-предпринимателю нужно держать в уме. Спасибо вам большое за интересное интервью, за полезные рекомендации. Вот, даже внутри там немножечко помогло разобраться в себе, вот, на какие-то спорные моменты ответить. Сейчас у нас традиционно какой-то приятный бонус для наших зрителей. Им наверняка, некоторым из них, хотелось бы получить образование у вас. Поэтому, если есть такая возможность, давайте сейчас оговорим размер скидки и в течение какого времени после выхода этого видео скидка будет действовать. Я готова дать 20% скидку, это максимальную скидку, которая вообще возможна в нашей школе, в течение двух месяцев после выхода этого видео. По промокоду? По промокоду АСЭЛЬ. Приходите учиться, получать полезные, ценные знания. И надеюсь, что вы вынесли максимум для себя ценностей из этого интервью. Спасибо вам большое, Людмила. Спасибо. Приятное общение сложилось у нас в очередной раз с резидентом Акселератора. Люди как на подбор, честное слово. То есть, ну вот, либо они с такой философией уже туда приходят, либо действительно Акселератор так меняет людей и меняет жизни и судьбу, что они просто пышут энергии. Это приятно такое наблюдать, то есть, мы с тобой уже не раз обсуждали это, что люди, которые добиваются какого-то результата, из них просто пышет энергия, просто пышет и ты думаешь, вау, они вообще, как это так? Понравилась ее история, когда она попала в какой-то прям свой дикий кризис, была большая депрессия. Я думаю, что многие, кто смотрит нас, ну, немногие, но какой-то процент тоже испытывают какой-то некий кризис сейчас и я хочу, чтобы все знали о том, что это, не нужно опускать руки, не нужно останавливаться, всегда есть выход, главное его найти, найти этот свет в конце тоннеля и двигаться. Ну и в частности, она каким образом нашла этот выход? Она знала про акселератор, она ухватилась за эту идею и просто не постеснялась. Ребят, вообще, ну чего бояться, какого-то осуждения, да, то, что общественность там тебе скажет, а вот человек там, я не знаю, находится в сложной ситуации, еще просит помощи. Нет, мне кажется, вот такие все сомнения нужно отринуться. А она, к чему я веду, к тому, что собрала деньги, не просто так, упрошенничала, да, нашла выход, она придумала, то есть, заведомо взяла авансом, продав свои услуги со скидкой для своих постоянных, без того, клиентов, пациентов, покупателей, да, друзья, поэтому выход, он всегда есть и можно воспользоваться, тем более, что он, как всегда, находится на поверхности, главное, ну, откинуть страх. Вот, еще классно, что он общается с самими клиентами, со всеми, да, правильно говорить, что ни один бот не даст того человеческого тепла и понимания, которое даст тебе эксперт.